Всем привет, с вами Алексей и вы на канале Синтекстово. Вот мы здесь в этой ванной комнате делали технический вон, устанавливали вон, сушитель, ванну и тому подобное. Сейчас большинство подписчиков просит, чтобы я показал установку чистового оборудования смесителем. И сейчас я покажу, как это навешивать всё и с какими нюансами здесь можно столкнуться. Поехали! Первое. Мы здесь разложим полностью всё оборудование. То, что нам сюда надо будет. Это у нас будет набор ванн, вот такого вот ванна. Все хромированные деталики. Сама вот планка на лейку. Тропический верхний душ и тому подобное. Дальше мы здесь берём, если видно, есть вот такие вот отверстия. Для непосредственно уже набора тропического душа на эту планку. Мы вначале её накручиваем, проверяем, как она подходит. И смотрим. Если видно, вот мы до упора накрутили, он у нас щель между чашечкой. То бишь до конца она не докручивает. Что мы будем делать? Мы будем обрезать, если видно, вот эту вот резьбу. Вот эту резьбу будем немножко её болгаркой срезать. Для того, чтобы у нас всё чётко подходило плотненько. Чтобы у нас не было никакого шапка. Чтобы отчётко стояла плитка непосредственно уже по уровню. Это что касается верхнего. Второй здесь нюанс. Мы устанавливаем вот набор ванн. Он у нас будет стоять вот здесь. Так же самое. Всё это накручиваем. Видно также, мы плотно её закрутили. Но у нас здесь щель. Вот здесь видно. И всё. У нас дальше уже не крутится. У нас здесь образовалось щель. Ну и будем, что в этом случае делается. В этом случае мы также будем по чуть-чуть подрезать вот эту вот шапку сбыт. Для того, чтобы остановиться непосредственно в том моменте, когда у нас будет чётко заподрецовкой плитки. Вот. Тоже надо учитывать по чуть-чуть. Срезаем. И потихонечку накручиваем. Вот. Чётко докрутил, чтобы он стоял ровненько непосредственно на пол ванне. Это что касается вот этой части. Сама докладка формированная. Так же. Здесь ничего сложного нет. Смотрите. Вот я её приставил плотно. Здесь она у нас вот так гуляет. Нам не даёт бортик, который на вот этой самой хромированной чашечке. Что мы делаем. Мы берём. Отмечаем. По бортику. со сих сторон. И сверху. И смотрим. Из-за чего у нас такой шар. Вот. Здесь если видно, у нас здесь вот такой вот буртик. А здесь вывезли под круг. Вот. Когда. Начинает при установке говорить, что это не наша работа. Это работа плиточника. Этот плиточник должен предусмотреть. Плиточник ни хера не должен предусматривать. Он сделал непосредственно вот это вот отверстие. И ему основной вообще носа. При установке речественного оборудования. Этого все вот этого нюанса должен делать уже в санте. И он должен аккуратненько всё это будет сделать. Чтобы оно всё чётко подошло. И это входит в стоимость установки смесителя. Если вот такие вот нюансы. Как бы есть. За это не доплачивают. Это правда входит установка. Сейчас будем вот эти вот края. Здесь вот здесь и видно. Вот как оно ведёт. Здесь, здесь, здесь и здесь. Вот мы и будем сейчас подрамковать. Как мы это делаем? Сейчас я покажу на данном примере. Как это делаю я. Для этого нам понадобится обычный молоток. И вот здесь вот видно ударная такая вот отвертка. Здесь отвертка. Мы её заточили. И сейчас будем аккуратненько всё это делать. Но предварительно прежде чем это делать. Здесь. Смотрите. Здесь. Прежде, когда мы устанавливаем ватну. Вот. Мы её здесь устанавливаем. Мы не снимаем вот эту вот клеёку, которую самой ваня. Почему? Потому что, чтобы не было царапин никаких там. Где-то от шпаклёвки какие-то остались. Вот такие вот наклывы, например. Ну, шпаклёвки и тому подобное. Чтобы потом, когда при снятии вот этой вот клеёки, у нас было эстетически, ну, новая ваня. Сейчас мы берём. Тяпочку. И сейчас смело мы можем так аккуратненько. Так же самое учитывайте то, что если здесь плитка будет лежать, вот видите, она всё нигде не простукается, а стоит чётко. Я себе знаю, что здесь никаких прихваток, ничего нет. Но если у нас эта плитка будет, например, на прихватках, может быть такое, что когда мы будем чуть-чуть откалывать, что может просто отколоться плитка. И вы будете менять эту плитку за свой счёт. Хорошо. Поехали. 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 Здесь мы четко присланили, но у нас получается вот этот вот выступ, он так же самым мешает, мы будем здесь вот чуть-чуть срезать и так же самое убирать вот эту вот сам край наставки, для того, чтобы она стояла вот так, чтобы она была четко, куда под лицо сыр. Ну вот сейчас мы будем это все обрезать. Это мы просто обрезаем, вот и сейчас мы будем, как я и говорил, по чуть-чуть стачивать вот эту часть, для того, чтобы можно было четко ее подогнать. Вот накручиваем. Здесь видно, что он еще до конца не докручивается, буквально еще чуть-чуть надо будет подрезать. Откручиваем эту часть и дальше еще берем, подрезаем. И эта процедура может доходить до пяти раз, пока мы четко не подгоним вот этот срез. Главное не спешить, чтобы не переборщить. Вот. Все здесь видно, что у нас подошло вплотную к плене. Так, это мы подготовили. Сейчас, как я и говорил, будем срезать вот эту часть. Берем, накручиваем и сейчас проверяем. Так, кто-то накрутил. Вставляем. Видно здесь, буквально, есть щель где-то примерно 2 мм. Ее надо убирать. Чтобы ее убрать, придется нам снимать вот эту часть. Снимать и потом вот это вот все это будет приклеивать для силикона. Чтобы оно было четко за под лицом. Чтобы не было щели. Для чего это мы делаем? Для того, чтобы вода не забивала нас вот в этой щели, не образовывалась здесь пресень и не затекала под плитку. Вот так это будет. Здесь мы убираем и сейчас это примеряем. должно выглядеть. Сейчас, если видно, у нас четко. Вот это под лицом с плиткой. Вот так где-то примерно должна выглядеть установка. Сейчас мы это все будем устанавливать. Сейчас начинаем наматывать лен на наше уже оборудование. , какnn. Блокер на тест. Это есть шаблоны, что надо идти. Начинаем закручивать здесь И сейчас здесь уже ничего сложного нету Берем, накручиваем вверх Эту часть мы протираем И сюда мы вважаем целиком И сейчас мы одеваем эту верхнюю накладку И какое-то время даем, чтобы оно Блистыло А этим временем будем надевать Вот наши комплектующие Здесь видно Есть вот такой под шестигранник Выход Ну и просто здесь надеваем И этим шестигранником здесь Подкручиваем И потом ставим В шестиграннике И вставляем вот такую верхнюю задушку Так, все Здесь мы уже прижали Само плотненько стоит Чуть-чуть подкрутим И вставляем заглушечку Здесь ничего сложного нету Просто одеваем Здесь вот здесь видно Такого вот Машинтики Вставляем И Отверткой зажимаем Здесь еще чем удобно Чтобы этот смеситель Можно при желании его будет Теперь Он у нас вот так Вращается Так же устанавливаем сюда заглушку И все вот эти вот вещи Чашечку Чашечку Аккуратненько мы Присиликоним сверху Чтобы она уйла От конденсатора От пары Чтобы масло не забивалось Чтобы не образовалась Плесень Все мы здесь Присиликонили Аккуратно Оно подсохло Мы убрали Этот скотч Лену То Здесь так же самое Все аккуратно Все подсиликоним И Вот так у нас Это выглядит Все четко Видно Западлицо Так же самое здесь Все аккуратненько Западлицо К плитке И Здесь так же И вот таким образом У нас все это получилось И сейчас сделаю Такое небольшое Видеопло Мы уже Встречались В этой Как я уже говорил В ванной комнате И у нас есть Как мы здесь сделали Черновой распад Именно сантехники Сейчас покажу Что у нас получилось Вот здесь такая у вас Толешница Она получается Со стекла Вот Мозаика именно со стекла Здесь Вот Здесь вот так Выходы все эти Аккуратненько Этот выход будет Как я говорил Подстралку Здесь еще будет Хромированный Потом сифон И Аккуратненько Выходы Под Ванной Здесь Чутка Пол Центра Тоже Так Обшита Ванна Все Все Мозаики Сделаны Здесь Есть Еще Под Ванной Чтобы Можно было Обслуживать Сифон Полотенчик И Сейчас Покажу Что у нас В туалете Здесь У нас Выходы Под Умывальник Все Трехратненько Четко Зарезано Портигинический Душ В два Выхода Так Вот Мы Установили Унитаз Плавная Крышка И Вот Все Спрятано Такой Вот Крышкой И Здесь Если Видно Как Деланы Все Под Плывку Нигде Ничего не Видно Все Четко И Вот Видно Сейчас Я нажму И Подходит Чуть Все Четко Если Вам видео было полезно Подписывайтесь на канал Ставьте пальцы вверх Пишите в комментариях Что Вам еще можно будет снять Может Что-то будет непонятное Интересно Вот До новых встреч Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok